Привет, все зрители канала Russian Let's Play, с вами Анидзука и сегодня вместе с вами мы будем вскрывать материнские ящики в игре Injustice 2. Это первое видео данного формата, очень много ящиков накапливается на стримах, пока я играю в Injustice 2, но у меня не хватает там времени, чтобы эти ящики повскрывать. Я оставил специально для вас, для видео, оставил самые такие ценные, вот золотые и платиновые ящики, серебро и бронзу я не стал вскрывать на видео, потому что там очень редко что-то хорошее выпадает, но здесь должно выпасть что-то прикольное. Это первое пробное такое видео со вскрыванием ящиков, вот мы вскроем 26 золотых ящиков и 2 ящика платиновых, если вам понравится это видео такой формат и вы поддержите его лайками, то в следующем видео мы вскроем еще материнские ящики гильдии, тоже тут вот 26 золота и 3 платины, но это если вам понравится и вы поддержите данное видео лайкосами. Я не знаю, мне просто нужно узнать, интересно вам данное видео будет или нет, данный формат. Ну что ж, давайте начинать. Итак, первый золотой ящик и тут у нас... И то, сразу же смотрите, нам выпала способность синего жука, которая называется МАИ-правила. Давайте сразу посмотрим информацию, что это такое. Комбо черное-синее теперь можно использовать со сгоранием шкалы, добавляя черное-синее со сгоранием шкалы. Ну то есть, как правило, то есть есть какая-то комбо, да, и если ты делаешь с сгоранием шкалы, то, как правило, оно либо как-то круто заканчивается, нанося противнику дополнительный ущерб, либо происходит какое-то поднятие противника в воздух в конце комбо, после которого можно еще какую-то комбо добавить, то есть продолжить выполнение комбо. Так что это круто. Вообще, ну, способности это одно из самых интересных из того, что может выпасть, по идее, да, нам в этих ящиках. Так, ну вот, туловище руки мы, наверное, смотреть не будем, да. Мы будем смотреть все самое такое интересное. Если какие-то шлема там будут выпадать, или лица новые там, что-то типа того. Так, у нас ноги Джокера, Черный Адам, пистолет, черный... Ну ладно, это мы смотреть не будем, погнали дальше. Будем все самое-самое интересное только оценивать. Кстати, заметьте, с золотого практически сейчас пока ничего не выпадает. Что-то как странно, да. Вот, например, киборг-туловище выпало нам. Ну, понятно, ладно. Давайте, погнали дальше, погнали дальше. Будем застрять больше все-таки на именно премиум. Итак, нам что-то выпадало премиумное. А, ноги для болотной твари. Ружье датшот, смотрите. Я пока не знаю, что вам интересно именно рассматривать, да. Но для меня лично интересно какие-то прикольные аксессуары смотреть. Ну и вот в основном-то лица как бы, да. Ну тут, в принципе, вот что тут. Фишка, наверное, больше в том, что параметры там мощные, да. Так, ладно, погнали дальше. Следующая золотая коробка. И тут у нас и опять ничего золотого в ней не выпало, да. Но есть зато физиономия зеленого фонаря редкая, да. Ну, как редкая, в похожей, в похожем шлеме мы проходили, кстати, недавно сюжетку за фонаря. Очень похоже, но, возможно, отличаются какие-то параметры. Ну, кстати, бывает выпадать одинаковые вещи. Ну, то есть их нужно продавать потом. Да и всякий хлам тоже приходится потом перепродавать. Так, что-то не очень удачное опять у нас. Так, голова Дарксайда. Ничего особенного. Окей. Погнали дальше. Так, женщина-кошка-голова. Давайте посмотрим. Ну, мне кажется, что-то похожее у меня тоже уже открыто. Тоже с очками на лбу. Ну, может быть, очки другие, кстати. Может быть, надо потом проверить. Так, супер-герл. Вот тут вообще сложно сказать, что отличается. Возможно, двуротник, я не знаю. Погнали дальше. Так. У нас тут туловище зеленого фонаря. Ну, многие такие вот эти вот туловища отличаются именно знаком на груди. Там вот знаки разных фонарей. Свет всеобщего гнева называется. Это, кстати, уже видите, это эпичное снаряжение. Его можно будет потом себе оставить. Обычно оставляют... Оставляют или эпичное, либо редкое снаряжение. Так. Голова Дэдшота у нас тут. Дает 235 единиц дополнительного опыта за каждый идеальный раунд мультивселенной. Ну и голова, да? Хе-хе-хе-хе. Вообще странно. Какие-то инпланетяне из старых фильмов, знаете, каких-то там 40-х годов, такое ощущение. Так, ладно, погнали. Так, ну вот тут у нас эпичная голова Дарксайда. Может, что-то... Давайте вот прям даже интересно, она будет внешне как-то отличаться. Ну, какие-то различия есть, да? Вот эти красные вот эти вот пятна на нем, вот эти вот, как будто лава там, да? Где-то на горе растеклась, трещины на вулкане. Ну да, смотрится прикольно. Ну и тут, видите, это часть эпичного снаряжения, назначенный разрушитель хороших дел, называется. То есть можно собрать две части, и тогда мы получим 25% супершкалы в виде бонуса за первый удар. Вот такие дела. Не знаю, есть ли у нас первая часть этого снаряжения. Это надо потом уже заходить проверять уже конкретно каждого персонажа. Так, ну тут что-то все как-то банальненькое, даже смотреть не будем. Так, ничего особенного. Давайте дальше. Вроде бы золотые коробки, а в них очень редко выпадает что-то такое прям суперское. По крайней мере, видимо, сегодня такой какой-то не наш день, может быть, я не знаю. Так, ну вот, ядовитый плющ, редкая голова, сила 42. На 35 больше, чем у нас. Уровень низкий, потому что персонаж у нас не прокачанный, но потом любое снаряжение можно будет качнуть до максимального уровня при желании. Вообще, очень сложно в ее снаряжении что-то различить. Везде в листьях ветки присутствуют, то есть прям вот такого. Так, ну тут что-то у нас так. У нас несколько голов сразу. Давайте все посмотрим. Они все редкие, да? Фонари получают 35,81% дополнительного урона в мультивселенной. Тут вот такой у нас, по-моему, головы не было. Тут, видите, воротник и маска. Маска другая. У нас такой маски, по-моему, не было. Так, давайте Харли Квинн посмотрим. Тоже хорошее снаряжение такое, видимо. Ну, суть по данным, плюс 100 сила, в отличие от того, что у нас одета. Ну, визуалка вроде как бы что-то похожее было уже у нас из наших костюмов. Но смотрится прикольно. Взрывающийся макияж Харли называется, да? Так, ну и чудо-женщина. Чего? А, лицевой щиток божественной благости. Название у нее же, а? Вы уже могли посмотреть на нашем канале видео, если что, я вам оставлю ссылочку вверху справа. Как открыть костюм чудо-женщины из фильма. Эпический костюм из фильма полностью открыть. Можно было. Возможно, кстати, уже нельзя, скоро будет. И, возможно, этот костюм только можно потом на видео заценить. Вот такие, как у меня. Так, что у нас дальше? Броня десада. Очень хорошо, что не десада. Так, давайте посмотрим, что за голова Бэтмена. Поэтому она прикольная. Маски бывают. Так, о, кстати, неплохая масочка. Неплохая такая вот. Ну, прям в духе фильмов, что ли, я не знаю. Нолуновская даже, мне кажется, немного похожа на Нолуновскую маску. Маска крестоносца в плаще. Жалко, что по параметрам она слабее тех масок, которые у нас уже есть. По крайней мере, то, что у нас одето. Но смотрится неплохо. Так, еще 11 осталось у нас ящиков. Так. Доктор Фейт, амулет обычный. Может, кому-то интересно, как выглядит амулет у доктора Фейта. Угу. Ну, он обычный, так что-то. Ничего необычного. Так, ноги. Ноги Ядовитого Плюща. Я думаю, кстати, многим интересно посмотреть на ноги Ядовитого Плюща и других женских персонажей. К тому же они довольно прикольные. То есть, они мощнее, чем те ноги, что у нас одеты. Так что это неплохо. Неплохой выбор. Так. Так. Так, у нас ноги гориллы. Я не думаю, что кому-то они интересны. Но ноги Бейна и Тулоща Броньяка. Ну. Внешне очень сложно. Какие-то прям кардинали отличные, что вы видите, от обычного Тулоща Броньяка. Погнали дальше. Так. Ядовитый Плющ руки. Редкие. Вряд ли мы поймем, о чем разница от обычных. А вот ноги Харли Квин, я думаю, стоит заценить. Угу. Смотрите. Таких у нас не было шорты и разноцветные эти, как их там называются-то. Гольфы. Наверное, так. Или гетры. Стой на земле, да, 229 единиц дополнительного опыта за неиспользование прыжка в бою в мультивселенной. Механические бойцы получают 658% дополнительного урона от блоков в мультивселенной. Понятно. Так, ну и морда Аквамена. Угу. Серебряная корона. Кстати, ребят, не забудьте писать в комментариях, какие из показанных частей экипировки вам понравились больше всего. Так, ну тут что-то ничего интересного. Ну ладно, то лучше флэш давайте глянем вдруг. Оно какое-то. Угу. Вот такое мне уж попадалось на похожее, что у него как будто такой щиток одет, да, на груди. На спине какие-то пластины. Костюм Джонни Квика называется. Ооо, вот это сразу дух Диметры, способность Чудо-женщины. Что она нам дает? Дух Диметры уменьшает урон наносимой Чудо-женщине. Ремодифицирует свет и политы. Требуются обе ячейки способностей. Понятно, понятно. То есть свет и политы это на окно в кружок способность, по-моему, да, такая? Она там увеличит урон, по-моему, да? А это как бы уменьшает урон, который наносится Чудо-женщине. Понятно. Это всегда круто вот такие вещи открывать. Так, еще ноги давят во плющу. А почему бы не посмотреть? Злодей получает 2,85% дополнительного урона в мультивселенной. Ну, неплохо. Так. Так, руки гепарда, смотрите, у нас попали эпичные. Давайте глянем. Усильное взаимодействие увеличит урона, наносимый при использовании интерактивных объектов. Вот такие руки с костяшками, с черепушками. Так, пугал и ноги, да? Ну, раз эпичные, то посмотрим тоже, да? Вообще, пугал очень прикольный персонаж. Когда-нибудь мы дню доберемся в очереди, я надеюсь, я смогу сделать за него прохождение, прокачать его и все такое прочее. Посмотреть, ну, пооткрыть побольше для него костюмов, потому что он действительно смотрится очень здорово. Так, еще четыре ящика золотых. Так, Супермен, руки, пугало, ой, то есть болотная тварь. Так, черная канарейка, макияж, бомба, Зинды Блейк. Так, в чем фишка этого макияжа? Видимо, в том, что у нее звездочки нарисованы, да? В остальном мало чем отличается от других видов канарей, которые мы видели. Герой получает 6,65% дополнительного урона в мультивселенной. Понятно. Идем дальше. Совсем немного ящиков осталось, друзья. О, так, мы получили новый шейдер для Супергерл. Шейдеры это вещь полезная и редкая, я бы сказал, да? То есть это отдельная какая-то расцветочка, называется девушка из стали альтернативной. Ну, очень расцветка похожа на ее оригинальную расцветку. Надо, конечно, сравнивать, с чем она отличается. То есть это Вайгам очень похоже. Так, ну давайте голову Гориллы Грот посмотрим эпичную. О, какой. Вот это мне нравится, кстати, неплохо выглядит довольно-таки. И увеличит весь полученный опыт на 8%, да? Сосредоточенность. Корона императора джунглей. Так, ну-ка, а чем? Давайте глянем, что за редкая голова. Ну ведь совсем другая, совсем другая корона. Каска владыки земли. Так, что у нас тут? Многие чудо-женщины. В спортивных штанах, короче. Ну что-то типа того, с полосками. Интересно смотрится, забавно. Так, туловище чудо-женщина. Я думаю, тоже стоит глянуть. Кстати, по-моему, очень, что они из одной серии, что ли. Нагрудник Артемита называют. Ну тут как бы нет серии в редких доспехах. Ну, как бы. Так. Ну давайте. Доктор Фейт. Эпичные ноги. Так, ну это опять-таки не какой-то набор, да? Просто отдельные эпичные ноги. Так. Многие плюща, правда, обычные. Обычные, да. И выглядят как предыдущие какие-то. Вот мы недавно открыли. Эмблема Супергел. Синий жук, редкие ноги. Ну, это мы, наверное, пропустим. Так, все, золотые у нас коробки закончились. Давайте, осталось две платиновые коробочки, ребят. Всего лишь две штуки. Будем надеяться, что там что-то прикольное нам выпадет. О, сразу три эпичных снаряжения. Значок, карточек героя. Так. Значит, давайте. Голова Бэтмена. Ну, посмотрим, что за голова Бэтмена. О. Это напоминает голову Бэтмена из первой части. Так. Плетеный капюшон из арамида LWMX 5 называется. Ну, похоже по дизайну Бэтмена из первого Нжасиса. Шлем. Такой вот. Ну, ничего так, неплохо. Так. Руки гепарды. Туловище гепарды. Давайте посмотрим эпичное. Промасленный остановитель из кожи. Ну, все у нее такое вот похоже. У гепарды вот нет ничего такого по стилю отличающего. То есть, все в таком стиле. Вечно она обвешана всяких тряп. То есть, кожа всяких животных. И в костях. Вот всегда так почему-то. Хотя, может, было бы что-то ей сделать такое немного. Но, как бы, и отличающиеся по стилю пообщему. О. Каменные сапоги. Испенье дура. Бэйн. Ноги. Кстати, по-моему, круто смотрится, ребят. Согласитесь. Блин, я жду не дождуться, когда я до Бэйна доберусь. Но это будет очень нескоро, ребят. Потому что на очереди он очень... Очень далеко на очереди он находится. Блин, классные штанишки. Так, руки флэш тоже эпичные. И из набора, кстати, да? Набор, который из пяти частей можно собрать. Набор, это, конечно, круто. Рукавица вечного движения называется. Ну, что ж, прикольно. Неплохой улов в этот раз. Ну, что, ребятки. Последняя платиновая коробочка на сегодня. Так, еще фон карточки героя с гориллами, да? Так. Голова Джокера. Редкая. О, какая голова-то. Прикольно, прикольно. Я как раз собирался в скорое время делать прохождение сюжетки за Джокера и показать вам, как больше там разного-разных костюмов. Так, болотная тварь. Так, ну вот что-то похожее у нас уже было. Хотя по параметрам очень неплохо. Так, руки Харли Квинн. Да, неплохой у них костюмчик. Так. Гарилы Грот, туловище. Телекинетический бронежилет. Так, и еще голова Джокера. О, какая, блин, прям шутовская такая тоже. Вот и все, парни. Увеличивает весь полученный опыт на 9%. Ну что ж, это было круто. Что ж, ребятушки, это была последняя. Последний ящик. Последний. Последний ящик на сегодня. В общем, смотрите, ребятки. У нас еще есть материнские ящики гильдии. Которые мы получаем за всякие достижения нашей гильдии. Вы знаете, что у нас есть своя гильдия, которая называется Мясо. И мы в ней очень сильно трудимся. И за это всем дают ящики. Золотые платины. В общем, если вам понравилось это видео. И захотите увидеть, что же выпадет в следующих ящиков гильдийских. То обязательно пишите в этом комментариях. И ставьте лайк. И тогда я запишу для вас видео и выложу про гильдийские ящики. Ну что ж, на этом у нас все. С вами был Анидзука. До новых встреч!